Чё только тут можно не делать, а? Прикольно вообще. Здравствуйте, это канал Максим Адзе, и это обзор модов на GTA 5 номер 3. И начнём с вопросиков. Есть ли снег в GTA 5? Есть. Где? В Северном Янгта неправильно. Бывает ли снег в Лос-Сантосе? Нет. А вот это уже неправильный ответ. В окно посмотрите. На улице зима, не так ли? Короче. Прошлый первый эпизод обзоров модов я посвятил одному читу, называется Native Trainer. Я нашёл сегодня более крутой чит, и сегодня на него будет обзор. И это вообще, наверное, самый крутой чит, который только есть в игре. Который только есть в интернете. Короче, у него те же самые возможности, но их появилось гораздо больше. Вы, например, видели некоторые возможности вот в начале вот. Давайте продемонстрирую вам несколько возможностей. Активируется чит на F8. Я скину в описании ссылку на видео. Там чувак показывает, как устанавливается этот чит, если вам интересно. Players. Это... Ну, это не мой аккаунт. Стоит тут. Настройки игрока. Basic Stats. Это... Выбираем нашего главного героя. Настраиваем, сколько ему денег. Сколько у него будет денег. Сейчас мы, по сути, за... За Майкла играем. Ну, не за Майкла, но... Я с Майкла переключился на Санчеса. Также можно настроить... Спецспособность. Ну, и всякое в этом роде. То же самое можно сделать с Тревором и Франклином. Можно выбрать модель. То есть, скин персонажей. Тут уже рассортировано все по папкам. Ну, как по папкам. По категории. Например, животные. Опа. Ты куда? Я случайно нажал. Можно рассортировать, то есть, по животным. Ну, вы поняли. Женщины, мужчины. Так. Катсценные модели. Гангстерские. Сюжетные персонажи. Так. Этих я не знаю. Агент. Агент 14. Аманда де Санта. Андрес Санчес. Сашли Балтер. И много кто тут вообще имеется. Нет. Не надо нам дыру в башке. Окей. Я вам показывал в первом чите. Но здесь персонажей стало больше. Например, Брюси Кибутс. Брюси Кибутс это из GTA 4, кстати. Персонаж. Дель. Это я не знаю. Так. Дэйв Нортон. Да. Тут вообще разные. Даже он без рук. И с разной даже прической. Дэвин Бастин. Конечно же. Так. Доктор Фридлендер. Кто тут еще есть? Ф.А.Б. Костюм. А. Флойд Гейверт. Франклин. Джеральд. Джей Норрис. Джонни Клебец, конечно же. Еще здесь есть. Карен Дэниелс. Мишетной или Мишель из GTA 4. Нормальную картинку поставь нам. Мишель из GTA 4. Лазло есть. Есть Ламар. Кстати, Ламар тут интересно нормальный. Да, Ламар здесь наконец-то нормальный. В прошлом чите он корявый был. Ника Белика я не нашел. К сожалению. Мишель. Это та же самая кара. Молли, конечно же. Да и вообще тут куча всяких их. И костюмы у них также имеются. Можно также выбрать. Вот с помощью этой функции. Выбрать скин, который вы установили из интернета. Но я это еще не делал. Можно также выбрать любимых персонажей. Поместить феворит. Давайте возьмем, к примеру, Молли Шульц. И возьмем в обычном костюме ее. В этом чите добавили возможность аксессуары добавлять. К персонажам, которых они имеются. Например, вот сейчас покажу. Заходим в арт-дроп. И вот входим в аксессуары, например. Гласс. В Молли Шульц очки есть. Должны быть. В прошлом чите никаких аксессуаров ни у кого не было. А здесь можно их поставить. Можно также хэд. Опа. Ну-ка, нормально поставь. Это вообще некрасиво выглядит. Хэйр. Подстричь на лысо можно. Ну, вообще зашибись. Можно выбрать костюм. Можно выбрать цвет костюма. Конечно же, куда же без этого. Так. Этим читом управлять-то поудобнее, кстати говоря. Лекс. Можно выбрать, что будет на ногах. И также можно выбрать цвет. Короче. Очень крутой чит. Всем рекомендую. Всем, кому очень хочется поиграть за кого-то другого. И там поугарать просто. Но не рекомендую заходить в онлайн. Потому что вас забанят. Вас могут забанить. Я попробовал, кстати, зайти. И меня не то, чтобы не забанили. Меня туда не пустили даже. Написали. У вас какие-то потусторонние. У вас какие-то лишние файлы. Вы не можете зайти в онлайн. И все такое. Давайте... Возьмем моего любимого персонажа. И поищем... Можно рандомного персонажа выбрать. Фронт. Это я не знаю. Так. Тут я, честно говоря, еще не разобрался. Голова. Есть два вида головы. Это убитый санчез и... Нормальный, живой санчез. Хэйр. Я что-то не вижу изменений никаких. Текстура всего одна. Непонятно, короче, совершенно. Можно выбрать костюм. Давайте вот этот возьмем. Текстура. Ну, текстура одна всего. Можно просто и без текстуры, но это будет некрасиво. Так. Что есть? Ботинки. Эмблема. Рандомные компоненты можно поставить. Кто еще у нас имеется? Я не знаю. Ну, в принципе, по-моему, больше нету ничего. Можно поставить стандартный компонент и так далее. И так далее. Давайте наденем куртку, потому что сейчас зима на улице, типа. У санчеза есть еще другой галстук, но я пока не разобрался, как менять галстук. Есть новая функция. Анимации. Так. Это танцы на шесте. Не надо нам такого танца. Худ. Дэнс. Более-менее нормальный танец. Это анимация, когда горит. Ну и падает, конечно. Конечно. Getting Studied. А это, наверное... Это... Это, наверное, удар током. Танец... Привет. Это, типа, танец видового. Он женский какой-то танец вообще. Это не знаю я что. Можно отжиматься. Также от... Пресс качать можно. Это что? Можно махать руками. Это не... Не понятно, что делает. Драйвер. Что-то, короче, было написано. Блутуты неприличные. Позы на самом деле есть. Есть. Позы курения. Это он кашляет. Слип есть. Правда, почему-то... Первый дверь он делает на воздухе, а третий... Рука проваливается под землю. Медитация. Медитация. Пап. Охо-хо-хо. Не надо на такое смотреть. Все анимации. А что все анимации? Наверное, это все, которые вообще использовались когда-либо. Ну и остановить, конечно, можно. Также есть действия. Можно прекратить действия. Можно сверлить. Я показывал в начале. Стучать. Молотком. Механик. Это типа под машиной, когда лазишь. Жанит Орд. Тут некоторые анимации почему-то не работают. Работают, но с первого раза. Жалко, только не издает звуков. Клебот. Это... С папкой ходит. Смокинг. Можно покурить. Даже он... Зажечь сигарету и так далее. Пить можно. Только почему-то он просто держит. Че это? Наверное, пьяная поза типа у него. Йога. Это рыбалка. Это, наверное, на дна моря делать. Ну, в общем, вы поняли. Модус это походка. Нет, это выражение лица. Правда, на Андресе Санчесе почему-то это не действует. Никакое изображение лица. Это походка. Это женская походка. Мужская походка. Походка полицейского. Это он типа держит пистолет свой. Походка немножко пьяного. Это действительно пьяного. И это тоже пьяного. Очень пьяного. В общем, вы поняли. Давайте сделаем нормальную. Обратно поставим. А, вот, все в порядке. Спейдж пейер. Плеер, это я не понял. Голос поставить можно. Ну, не каждого, конечно, персонажа. В этих ульцах я еще не разобрался. Можно поставить неуязвимость. Можно поставить невидимость. Но, я думаю, она вам будет мешать только. Но, вроде, долл. Это я еще не понял. Неограниченная спецспособность. Жаль, только что и у другого персонажа, кроме главных героев, нет. Супербег, суперпрыжок. Хождение по воде или под водой. Под водой. Физика та же, то есть, что и на суше. Ну, вы поняли. Что у нас еще есть? Ладно, давайте выйдем на улицу, чтобы проверить остальные функции. Не очень так зима выглядит. Давайте поставим погодку. А, это я снег вырубил. Можно поставить снег, убрать или оставить снег. Можно вот такую погоду, можно вот такую вот красивую поставить. А где у нас тайм? Вот так вот настраиваются часы, даже удобнее, на самом-то деле. Так, настраивать часы. Остановить можно, конечно, часы. Это у нас... Есть также настройки телепортации. Это прочие настройки. Возможно, с помощью этого чита можно кат-сцены с другой стороны как-то рассматривать. Но пока... Но я не разобрался пока как. Может быть и нельзя, кстати. Сеттингс это настройки самого чита. Настройки оружия есть. Можно взять все оружие. Сразу можно его настроить. По-всякому. Настройки телепорта. Тут куча мест, куда мы телепортанемся. Можно вейпоинт. Это тот маркер, который мы установим на карте. Ну и вот. Очень довольно интересные это настройки машин. Да. Можно заспаунить. Любую машину. Спаун сеттингс. Делейт. Уолд. Да. Делейт. Пока поставим. Делейт. Автосид. Ин. Спаун. Приапгрейд. Спаунить. Невидимый. В общем, вы все. Ну, в общем, тут надо разбираться. Я не сильно шарю в английском. Тачки разделены под категории. Давайте зайдем в Уэнс. Фургоны. Буррито. Где же у нас этот Буррито? Вот. Буррито. И мы, причем, садимся прямо в него. Почему-то. Я не знаю. У нас есть настройки. Дальше. Можно установить оружие на машине. Хех. Довольно интересно. Можно, короче, настроить автомобиль вообще как угодно. Можно даже невидимость поставить. Невидимость. А, это. Это я почему-то стою в салоне. Странно. Как-то очень. А, погодите. Так мы же не внутри. Это просто машина под нами появилась. Блин, я... Столько всего, блин, рассказываю. Эта жесть какая-то. Давайте сядем в машину. Вы, наверное, устали сушить болтовню, что я несу. Ну, короче. Тут можно красить. Вот. Customs. Настроить можно. Починить можно. Раскраска у нас какая? Есть несколько вариантов. Вот рисунка на автомобиле. Оставим вот этот. Так. А, вот paints. Paints это выбрать цвет. Давайте основной цвет возьмем. Классический. И нажимаем и меняем цвет. Давайте оставим черный. Black. Так. Bugs Space это возвращать назад. Короче, можно по-своему прокачать вообще машину. Очень круто все. Можно уничтожить двигатель нажатием кнопки. Сейчас мы разгонимся. И нажмем кнопку уничтожить двигатель. Chilledurlocks. Может заблокировать двери. Chilledlocks. Я не понимаю, что такое чил. Chilledlocks это дети, но детей в GTA кстати нет. Ездить на воде. Прыгать можно. Летать. Да и вообще, короче, что угодно можно делать. Круиз, контроль. Kill engine. Давайте. Машина загорелась и она может взорваться. Давайте-ка починим. Починили. Починили машина в полном порядке. Снова едет. Это круто. Теперь есть еще одна интересная функция. Называется автопилот. Я правда забыл, где его включать. Ну-ка сейчас посмотрим. Очень интересная функция. И можно пока... Можно самому ехать. Машина может ехать сама. Блин, прикольно. Autolip. Autodrive. Вот. Go waypoint. Давайте-ка сначала поставим... Давайте точку поставим какую-нибудь. И давайте домой к Майклу поедем. Да нет. Давайте какой-нибудь маршрут поинтереснее поставим. Вот сюда, например. И давайте зададим... Вот этот вот автопилот. Пилот. Где он находится? Autodrive. Go waypoint. И я... Не трогаю ничего. Он просто сам едет. Мы можем с помощью мышки... Смотреть... На него. Смотреть, как он едет. Уворачивается от автомобиля. И еще более легкий путь. Вот. Я серьезно. Я не трогаю клавиатуру. Он сам все делает. О, господи. Какие ДТП тут случаются. Серьезно. Очень интересная функция. Едет он, конечно, не очень быстро. Но... Как навигатор показывает, так он и едет. Вот вам... Беспилотное такси, пожалуйста. Самое настоящее. Без проблем. Господи... Машины чудеса, блин, творят какие-то. Можно сделать так, чтобы машина не ломалась. Блин, капец. Я, наверное... Наверное, вам не будет интересно смотреть. Много... Некоторые перематывать. Потому что я кучу все болтал. Объяснял все. Ну, может быть, вам и будет интересно скачать чит и самим поугарать. Посмотреть. Господи. Вот что они делают, а? Это из-за того, что я автопилот включил. Вот это все происходит. Да что тут происходит? Это действительно из-за автопилота, походу. Ну, да. Вписался с задом. Ладно, дальше я сам поеду. Остановимся тут. Это... Это та самая стройка, с которой мы залазили. Короче, для ограбления ювелирного магазина. Давайте выйдем из машины и посмотрим, что можно сделать еще. Да, автопилот немного подвел, потому что сделал небольшую трещину. Но с помощью ремон... С помощью кнопки отремонтировать машину можно запросто сделать вообще что угодно. Телепорт. Ну, вы в курсе. Теперь стоит показать оружие. Оказывается, в том чите, предыдущем, не все оружия нам достались. Вот, их стало гораздо больше в этом чите. Самозводный револьвер. Плотский револьвер. Давайте его испытаем. Давайте испытаем самозводный револьвер. Можно выключить, конечно, полицию и все такое. Вон еще и цвет из золотого. Обалдеть. Все как по маслу. С помощью вот этих вот настроек можно выключить розыск. Force Field. Это я не знаю, что такое. Wanted Level 0. Можно поставить на револьвер. Можно поставить то, что мы горим. Наверное, если мы будем без неуязвимости играть, это нас убьет. Ну и, наверное, давайте зайдем в режим погоды и выключим снег. Выключили снег. Отлично. Короче, этот чит способен на гораздо больше, чем я вам показал. Если вы хотите его изучить больше, чем я вам показал, переходите по ссылке в описании и скачивайте, как там показал кое-кто. Так. Ну а на этом, пожалуй, и все, дорогие друзья. С вас, Ликос, и подписывайтесь с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мои запасные каналы и группу ВКонтакте. Извините за такую болтовню в видео. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»